Абу Хурейра Герой нашей программы мало чем отличается на первый взгляд от большинства из нас. Однако история его жизни – это пример для подражания и возможность сделать выводы для тех, кто все еще находится в поиске. Вот по этой дороге почти половина своей жизни я хожу в эту мечеть. От моего дома до этой мечети ровно 320 шагов. Его знают здесь как человека, благодаря которому эта мечеть существует и поныне. Аллаху Акбару Он является муазином с давних лет, уже более 20 лет он является муазином этой мечети. Аллаху Акбару Это была глухая окраина. Быт местных жителей был, если не сказать убогим, то очень скромным. Но здесь царила удивительная интернациональная атмосфера, чуждая предрассудком. Двадцать восемь дворов из них чечены, ингуши, русские, немцы, армяне. Вот эти двадцать восемь дворов у нас очень много семей здесь жило. И если чья-то свадьба, все на свадьбе, чьи-то там похороны, все туда идут. И у нас и в школе, у нас в классе тоже были все национальности. Но никогда мы не спорили, не ругались, не дрались. Если это были, то на каком-то детском уровне. Может, из-за девочки поругались, может, из-за чего-то другого. Я не знаю, вот так вот. Школьная пора жителей национальных окраин СССР на всем протяжении его существования была не той классической картиной, которую мы привыкли видеть в советских фильмах. Пионерские марши, утренние зарядки и так далее. Но все это никак не касалось нефтеносного старопромысловского района города Грозный и поселка Катаяма. Хотя у нас беззаботная жизнь была раньше, но денег все равно всегда не хватало. Нас было много в семье, шесть человек. И чтобы попросить, чтобы мама мне дала 15-20 копеек на обед, эти 300 метров я шел за ней, чтобы она мне дала 15 копеек, пока она сядет на автобус, чтобы уехать на работу. И поэтому я рано пошел на работу в седьмом классе, когда я пришел в седьмой класс. Хотя я был маленький такой, но работы я не избегал. И я работал во многих местах, грузчиком, на складах. Вот здесь у нас снизу сады были, оттуда яблоки мы, как сказать, я могу сказать правильно, воровали. Мы больше ничего не делали. Эти яблоки, мешок, сюда привезем, здесь до 10 рублей нас покупали, эти мешок яблок. И, соответственно, вот так мы и по чуть-чуть выживали. Легкомысленное детство сменилось бурной молодостью. У нас вот здесь, где вот это здание, где фонтаны бьют, у нас там был летний клуб «Восток» назывался. Летний, это значит, без крыши он был такой. И там, когда нам привозили фильмы, мы туда ходили смотреть. Не всегда у нас были деньги, чтобы купить билет за 20 копеек. И поэтому нам часто приходилось сидеть на заборе за нами, и милиция, администрация гналась, чтобы нас оттуда снять, чтобы мы люди не смотрели. Мы и на столбах, на деревьях залазили, смотрели эти фильмы с далека. Как гласит старая поговорка, с кем поведешься, от того и наберешься. Абухаджи всегда окружали благородные люди, которым была не чужда духовность. Вот в один день его пригласили прочесть намаз в мечеть. Так он открыл для себя путь получения духовной пищи и, образно выражаясь, пристрастился, поскольку нашел здесь свой второй дом. Это было в 93-м году, 14 марта. Я сюда зашел, и когда я вышел, я понял, что вот это то, что мне надо было. А затем наступил черед ударов судьбы, которым суждено было навсегда изменить его жизнь. Очень тяжело нам было во время войны. Очень тяжело. Почему? Потому что самое главное, самой элементарной воды у нас не было. А кушать надо, одеваться надо. Нам единственная помощь, это вот, которые в селах жили наши родственники. Они там, нет-нет, нам помогали, кто мукой, то с сахаром. Все в жизни происходит впервые. И есть события, которые непременно разделят вашу жизнь на до и после. Война и смерть идут бок о бок. В 96-м году, с 6 по 11 августа, мы здесь захоронили 13 человек. Это были мирные жители? Ну, они и мирные были, и там и несколько человек, и в военной форме они были. Их приносили, вложили вот на территорию мечети, и люди уходили. Мы их обычно находили ночью. С утра там кто-то положит или скажет, вот мы нашли на дороге, заберите. Кто, что неизвестно? И кто, у нас тогда и телефонов, и камер, ничего не было, мы их так хоронили. Потому что жарко было, они моментально уже разлагаться начинали. И мы здесь первого человека, мы думали, больше не будет, мы первых двоих захоронили в одну могилу. Ну, так как уже мы не успели... Это где? Это вот в этом месте? Вот, 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 вот это место, вот это кусочки есть. Мы захоронили двоих. Мы с землей, как мы обычно хороним, мы их так хоронили. Только в одежде, мы их, естественно, не купали. И вот здесь захоронили 13 человек. Уже после 96-го года, и в 97-м, и в 98-м, то одного положат, привезут, то второго положат, принесут. И мы так и здесь и хоронили их. Наш тогда имам решил, сказал, вопреки всему, найдем людей, начнем откапывать. И тогда наш бывший заухоз, они собрались, наняли людей и раскопали из могилы. Когда раскопали могилы, я сюда пришел. Уже от них только одни кости были. Уже все. Кости складывали все в мешок. Все, 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 что есть, могилы раскопали, все в мешок поклали. И вон там, в Старопромостах, на той стороне есть кладбище мусульманское. Туда их и в одну могилу и захоронили все. Период временного мира на чеченской земле – это время надежд и иллюзий, которым не суждено было сбыться. И вот цепь событий привела к новой войне. Пока политики решали вопросы в своих кабинетах, а окраины Грозного гремели раскатами артиллерийских залпов, гражданское население вереницами покидало республику. Но Абухаджи упрямо верил в то, что мир, благополучие, процветание следует искать не вокруг, а в первую очередь внутри, в сердце, которое должно быть заполнено любовью к религии. Казалось бы, какое легкомыслие! Мне многие говорили, может, они боялись за мою безопасность, чтобы туда не ходил. Но, тем не менее, тем не менее, я всегда боялся, что в эту мечеть, если не будет ходить никто, то это очень-очень плачевно скажется на нашем поселке. Представьте себя на месте русского солдата. Перед тем, как отправиться в Чечню, вы уже наслушались истории о злых чеченах, о том, как коварен и жесток враг, и о том, как каждый мирный гражданин может оказаться потенциальным врагом в овечьей шкуре. И вот вас выставляют на ночное дежурство, предварительно отдав приказ стрелять на поражение в любой движущийся объект. Вот очередной раз, идя на утренний намаз, дойдя до этого места, меня окликают, стой! Поднял руки, как пленный, наверх. И с одной стороны, отсюда, из-за угла, подходят двое, еще там несколько человек стоят. Когда я узнал, что меня направили на меня ствол, я все-таки, когда в висок ствол меня уснули, и люди, они в каких-то масках были, шлемах, я лицо не видно было, они мне говорят, куда идешь? Я говорю, мечеть. Он говорит, где мечеть? Я говорю, да вот, посмотрите, вот мечеть. А так как ее не видно было и незаметно, мечеть, потому что там не было этого, минорета не было в то время у нас. И вот я последний раз, когда шел, это где-то тоже неделя, наверное, прошла, опять стой, один голос я узнал, он говорит, а, это тот, который в мечеть идет, пускай идет. И я ушел в мечеть. В этот период Абухаджи был единственным мусульманином, входившим в это здание. Он стал тем, благодаря кому здесь продолжал тлеть уголек ислама. Его отговаривали родные, боясь, что в один момент он не вернется домой. Но сквозь все реалии войны он упрямо продолжал проделывать ежеутренне эти 320 шагов по направлению к мечети и столько же обратно. Когда очень мало людей ходило, днем даже в мечеть, и когда я утром собирался в мечеть, моя мать и наши домашние, она не хотела мне говорить, не ходи, она не могла этого сказать, что я не ходил. Она очень сильно переживала, и все там домашние. Когда я возвращался домой, и она не хотела показывать, что она меня ждет. Я слышал, когда закрывается калитка, и тень, когда я заходил, я знал всегда, что она вот ждет, пока я домой приду. Конечно, я тоже не хотел со своей стороны там, чтобы она переживала. Я со своей стороны всегда говорил, нет, все хорошо, все нормально. Но тем не менее, родители есть родители, какие маленькие или большие не были, они всегда за нас переживают. Так уж получилось, что место, где располагалось здание мечети, имело стратегически важное значение. Поэтому какое-то время здесь располагались федералы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Упрямого аскета, неустанно появлявшегося у стен Дома Аллаха, каждый предутренний час встречали, мягко говоря, недружелюбно. Однако он внушил доверие всем и каждому, и даже суровые сердца офицеров смягчались перед этой странной по нынешним стандартам личностью. Здесь у нас был колодец, мы его выкопали вот здесь вот, для воды. Потому что у нас здесь вода, то бывало, то не бывало, поэтому решили выкопать колодец. И эта у нас яма осталась, потому что дальше мы уже работать не могли. Но она так и заброшенной осталась. Мы думали, сегодня, завтра, сегодня, завтра. Но сюда приезжали то в БТРах, то на машинах военные, проверяли здесь все, зачищали. И они к этой яме пришли и начали нам говорить, что это у нас зиндан. Что вы здесь людей прячете, что вы специально эту яму делаете, чтобы людей там, круглые ямы, чтобы он не мог убежать. Я пришел сюда, здесь полный офицерский состав находится. Они меня начали спрашивать, вот, кто здесь мула? Я говорю, я не мула, но зато на этой территории, то, что есть, я, Паршавс, могу ответить вам. Я спрыгнул эти три метра туда вниз, сорвал эту сетку, чуть-чуть со стены, со земли этой. Я говорю, товарищ, а он майор, у него звание было. Я говорю, товарищ майор, посмотри, мы это штукатурить хотели, специально эту у нас сетку прибитая. Он так посмотрел, да, да. Я говорю, туда лестницу поставьте, здесь лестница стояла. Поставил лестницу, а вылез. Он посмотрел, посмотрел. Да, извини, говорит, точно, это вы хотели колодец сделать. Это не Зиндан, это вы колодец хотели сделать. Извини. Но все шло своим чередом, и этой жестокой войне пришел конец. Самое тяжелое время было, это 94-й по 99-й, по 2000-й год, потому что не было работы, не знали, как прокормить свою семью. Все в поисках чего-то были. Была возможность, конечно, с оружием в руках бегать по городу или нефть качать где-то там в группировке, но такая жизнь меня не устраивала. И вот так трудно мы перебивались в то время. И вот в 98-м году я нашел работу в Центре переливания донорской крови. Большую надежду возлагал на эту зарплату, конечно. Но проработав там почти два года, в 99-м году, когда начались боевые действия, все ушли. Спасая оборудование, я ушел с больницы. Ну, зарплаты, конечно, так и не дождался, хотя оборудование вернул еще в 2002-2003 году на больницу. И вот в 2001-м, в 2001-м, где-то вот так, в 2000-м прошло облегчение для нас, потому что начали работать всякие предприятия, можно было устроиться на работу, заработать деньги. И по сей день у нас все идет только в гору. Рабочие места. Хочешь работать – работай. Хочешь – учись – учись. Я думаю, что мы в дальнейшем будем жить еще лучше. Началось мирное строительство, как и вся республика. Район поселка Катаяма стал облагораживаться. Мечеть восстановили. Но позже оказалось, что она не способна вместить всех прихожан. Особенно это устро ощущалось в день Джумуа. Сначала был возведен минорет, который не успели построить многие годы назад, да и война многому помешала. Очень интересная история у этого минорета. Так как его строительство началось в 99-м году, в 99-м году был залит фундамент, и была вот эта сделана первая часть вот этого. И в это время, когда началась война, это все осталось как было. И так как у нас большие проблемы всегда были с этим миноретом, то эта мечеть далеко не видна, и никак не получалось сделать минорет. Ну, так как в то время, когда у нас уже стал мэром города Муслим-Хучиев, он довольно часто приезжал к нам на утренний намаз. И вот очередной его приезд, когда выходили с мечети, ему сказали, пожалуйста, если сможешь, сделай нам минорет в этой мечети, потому что у нас никак уже не похоже ни на мечеть, ни на что. И он сразу же набрал номер, позвонил сейчас человеку и сказал, приедешь, посмотришь, сколько что надо, все будет, сделай минорет. И вот с этих, как он это сказал, буквально небольшое время прошло, уже минорет у нас готов. Затем здание начали расширять. Увеличили площадь, и сейчас процесс расширения в самом разгаре. С тех пор прошло уже много лет, и многое изменилось. Однако есть ценности, которые уже сформулированы задолго до нас и будут существовать после того, как нас не станет. И эти ценности нельзя измерить при помощи точных наук, ибо лежат они в духовной плоскости. Однако они в немалой степени оказывают влияние на нашу вполне материальную жизнь. Как и ранее, сердце Абу-Хаджи заполнено любовью к религии, но прошлое на нем оставило свой шрам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok